приветствую вас дорогие друзья с вами лурли мур и рубрика понятный гайд спейс инженерс до рубрика еще не вымерла и я хотел бы ответить на вопрос одного из моих подписчиков который он задал еще давным-давно каким образом сделать чтобы ассемблеры то есть сборщики работали в совместном режиме у него какие-то проблемы были и короче с этим был полный швах ну и сейчас кратко об этом расскажу и объясню поясню как это все делается на самом деле здесь нет ничего сложного надо просто расположить два ассемблера как это вы и делали желательно в равно удаленным друг от друга то есть от конвейерной системе скажем сеттинге или скажем но это на самом деле не может неважно вы можете даже друг на друга их положить но суть в том что у вас должен быть основной ассемблер которому вы будете давать заказы и второстепенный давайте выберем основным вот этот вот третий сборщик как мы видим в нем достаточно из железа давайте посмотрим если у нас железо здесь да у нас здесь достаточно железо перерабатываете все хорошо все пучком основной ассемблер так сейчас сядем то есть встанем основной ассемблер надо сделать простым то есть он совершенно пустой и в нем не надо трогать функцию совместный режим как вы здесь видите то есть здесь можно нажать поставить галочку можно убрать его не трогаем в него мы будем давать заказы второстепенный ассемблер собственно говоря надо как раз таки вот в нем эту функцию активировать то есть мы ставим здесь квадратик и внимание что происходит когда мы обращаемся к ассемблером особенно переходим во вкладку производства мы не обращаемся к какому-то конкретному ассемблеру раньше да раньше было так что мы здесь могли выбрать из выпадающего меню один из ассемблеров но сейчас это не так сейчас если в системе присутствует один или два ассемблера система это не не воспринимает их по одному она воспринимает все в целом и допустим вы задаете главному ассемблеру какую-либо задачу допустим сделать сейчас допустим 280 листов и в результате что мы видим он допустим работа здесь пошла вот тут он клепает нам листы и обращаемся ко второму ассемблеру он нам тоже клепает листы то есть он разделяет задачу на два ассемблера прямо как наши любимые 3 3 3 перы и гипер трейдинге так что все тут очень просто здесь нет ничего сложного если это у меня работает то это должно работать у вас если у вас это не работает у вас что-то с настройками мира посмотрите в настройках мира хотя сомневаюсь что там есть какая-то опция которая будет блокировать эту возможность далее чтобы выпуск получился не совсем коротким я хотел бы поговорить про очистительные заводы и про организацию автоматизации процессов переплавки руды тут у нас есть такой нюанс который мне в инженерах лично не очень нравится не нравится мне система построения последовательности загрузки ресурсов а в очистительные заводы в частности например если мы поставим скажем на равноудаленном количестве блоков трубы допустим два переработчика то есть очистительных заводов и посередине поставим ну вот такую конструкцию то есть казалось бы все равноценно мы берем сколько-то руды и кидаем вот допустим сюда и что происходит дорогие друзья происходит то что вот первый ассемблер один из них короче забирает всю руду на себя и начинает ее переваривать перерабатывать а второй стоит без дела это этот нюанс на самом деле меня очень сильно расстраивает я лично не знаю решение этой проблемы но думаю что это не такая большая проблема потому что я обычно сам заходил в меню сюда разделял отсюда то есть брал половину стака кидала в инвентарь 2 скажем рефайнере и в принципе таким образом решал проблему но мне это не нравится и наверное существует то есть существует конечно скрипты которые решают эти проблемы наверное есть приоритетность задач давайте посмотрим а что у нас тут давайте проведем один маленький эксперимент тут у нас очистительный завод 2 очистительный завод 3 давайте их название оставим без каких-либо индексов то есть чтобы название были одинаковые может быть тогда пока будет точнее игра будет воспринимать два ассемблера как два одинаковых продукта так вот возьмем эту руду и положим ее сейчас сюда так мне нужен 3 dripper давай то есть давай начиная работать покажи мне каково это разделять одну нагрузку на 2 а я не 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 получается ребят не получается и только один рефайнере берет на себя эту работу жаль что нету совместного режима у нас в рефайнере потому что это было бы очень полезно на самом деле вот но не беда я думаю и существуют какие-то с этим как его скрипты которые реально решают эту проблему вы просто задаете приоритеты и если задать задать равный приоритет наверное это сработает я лично с этим не баловался но но мы можем сделать вот каким вот интересным образом мы можем поставить сортировщики то есть это не решает данную проблему но например у вас там находится два очистительных завода которые посвящены переработки там не знаю урана вы хотите только уран там перерабатывать а в остальных рефайнере вы хотите перерабатывать какие-то другие ресурсы мы просто ставим вот такой вот сортировщик сейчас я поставлю его так по-моему его убрал да сейчас я заспавнил сортировщик вот ставим вот его допустим на какой-то отрезок трубы и до задаем ему параметр того чтобы он начинал сортировать собственно говоря в чем плюшка от него в том что вы можете допустим задать в настройках чтобы он пускал то есть пускал определенные калия определенные элементы или не пускал то есть если мы здесь ставим белый список выбираем из списка нужный нам скажем предмет если белый список он именно этот предмет будет пускать сюда если черный список то именно этот предмет который выбрали он не будет пускать то есть так в принципе можно построить систему в которых допустим определенные рефайнере будут перерабатывать определенные ресурсы такие вот дела такие вот дела об этом я сегодня хотел бы поговорить если вам есть добавить в комментариях обязательно добавьте а если действительно будет что-то интересное что вы можете предложить ну а на этом я пожалуй заканчиваю данное видео это будет такое первое короткое видео в понятных кайдах но и собственно говоря не забывайте что в ассемблерах надо включать поочередно то есть точнее нельзя в обоих включать совместный режим давайте попробуем еще один эксперимент все-таки пока что есть время я поставлю еще один ассемблер и увеличу скажем добавлю в цепь его так и тут мы добавляем еще один конвейер скажем да труба труба тра-ла-ла вот и вот у нас получается такая вот связка давайте попробуем добавить сюда тоже значит совместный режим чтобы у нас прям было три ассемблера которые будут нам клепать много-много железных пластин так железо у нас тут есть все хватает давайте попробуем типа у нас очень большой большой заказ deadline надо сделать очень много стальных железных пластин и вообще дадим максимальное количество в общем он начинает отклипать давайте посмотрим здесь тоже пошел процесс и здесь здесь тоже процесс прошел то есть как вы видите совместный режим надо включать у второстепенных ассемблеров тогда все будет работать вы можете хоть поставить 15 ассемблеров и допустим включить 14 совместный режим а основной не трогаем основной не трогаем потому что он основной в нем собственно говоря мы хотя не важно короче мы заказываем пластины в таком случае второстепенные нам будут помогать в этом интересно давайте попробуем сделать еще один маленький эксперимент давайте попробуем заказать другие элементы допустим вот эти вот пластины внутренние пластины посмотрим будут ли допустим вторые третьи системы брать на себя эту задачу нет они не будут брать то есть они будут первую задачу то есть первый скажем предмет первую стак предметов которые вы заказали они будут его разделять на несколько скажем ассемблеров то есть он не будет брать там четвертый пятый ассемблер не будет брать и клепать внутреннюю пластину здесь такого нет каждый тут один процесс первый по очереди разделяется на все ассемблеры такие вот нюансики так что имейте в виду что по поводу совместного режима что это все таким вот образом работает я надеюсь что я удовлетворил дорогой подписчик твой любопытство и твой вопрос но и также я хотел бы сказать что дорогие друзья когда выйдет следующее крупное обновление по space engineers engineers возможно или я бы даже сказал когда space engineers наконец-то выйдет в релиз я сделаю новый скажем туториал по игре понятные гайды в совершенно хорошем качестве поэтому ставь лайк если хочешь увидеть это и с этого момента возможно я уже закончу с инженерами потому что я не хочу чтобы мой канал был зависим только лишь от инженеров потому что большинство из вас смотрят мой канал только из инженеров это мне не нравится и по этой самой причине если вдруг инженеры станут неактуальными мой канал тоже станет неактуальным я я такую идею не поддерживаю поэтому как бы количество инженеру видео по инженеру будет в равном количестве на моем канале как и другие игры в основном направленность канала конечно это же космические приключения крафт и выживание так что если вам нравится эта идея ставить еще раз лайк еще раз точнее одного раза хватит ну и подписывайтесь также нажимайте на колокольчик если хотите получать новые видео ну и с вами был лор лимор до скорых встреч дорогие друзья всем пока пока